Бог Кертов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Китеса. Написано в главе Китеса, что Всевышний называет по имени человека, который сделает храм. Написано призвал бог Бицелеля, сына Ури, сына Хура из колена Ягуды и поставил его мастером. Он дал ему особую мудрость, чтобы он построил храм. Вместе с ним строят человек, которого зовут Агалевав сын Ахисамаха из колена Дана. Почему этих людей выбирает? Одного из тазарского колена, второго из колена, которое родилось у Бильги на ложнице Якова. Раша пишет, чтобы показать, что перед ним все равны. Невзирая ни на что, Бицелель родился, можно сказать, просто чудом. Если мы смотрим книгу Егошева, то прадед Бицелеля Калев говорит, «Говорит, 40 лет мне было, когда я был в разведке». В разведку Калев ходил во втором году, пребывание в пустыне. Там он подвиг совершает, мы это знаем. Он выставил в разведке, поэтому назвали его Калев сын Ефуны. Если Калев родился 39 лет назад, то в каком возрасте дурдула рожали? То есть, если Бицелелю сейчас 13 лет, год на зачатие, то есть 14 отнимаем из 39 лет Калева, остается, что за 25 лет Калев успел родиться, вырасти, жениться. На сестре Маше Мирьям родил Хура. Хур успел родиться, вырасти, жениться. Родил Ури. Ури успел родиться, вырасти, жениться и родил Бицелеля. Как же это может быть? Во сколько они рожали? Восемь лет. Если ровненько так разделить это все, в восемь лет рожали друг друга. Нам известно от наших мудрецов, что в девять лет мальчик только способен зачать ребенка. И как это они, если так произошло, неужели они так ровно приходили, а эти восемь лет они друг друга рожали? Тоже это остается очень казалось бы невероятным. Очевидно невероятное. И думаешь, может мы где-то ошибаемся. Но потом мы смотрим. Чей сын Калев пишется, что родил его Хицрон сын Переца. О! Тогда мы смотрим. Мы смотрим, что Яков входит в Египет со своими правнуками Хицронами Хамулием внуками Игуды это Дети Переца. Ну, то, что там Хицрону, допустим, 168 лет, когда он рождает Калева, удивляет, но не сильно, потому что мы в Торе знаем, что были долгожители. Но что произошло до его рождения, написано, братья продали Иосифа. Игуда отошел от братьев своих, берет жену и дочь от Наннея, имя которого шла, рождает троих сыновей. Они выросли. женились, женился первый, умер, прошел траур, женился второй, умер. Игуда не дает третьему сыну эту невестку Тамар, она его самого поймала, женила на себе, без его ведома. И рождается у него перец из Ирах, который успел родиться, вырасти, жениться и родить Хитцрона, отца Акалева. Получается, если Иосифа продали 17 лет, а в 39 лет Иосифа мы пришли в Египет, то на все эти события можно всего посчитать 22 года, как успел Игуда так сделать. То есть тоже они другу угрожали в 6 лет, может 7, 8, 8, 9 никак не получается. То есть эта история повторяется дважды с промежутком в 168 лет на рождение Акалева. То есть такие чудеса невероятные у нас бывают. Неспроста это все происходит. И за заслуги очевидные Калева и за заслуги Хура, которую будем читать дальше. Мы не знаем заслуги Ури отца Бецалеля, но за заслуги его предков естественно он получает такой талант невероятный, что он построил храм. на сегодняшний день наш урок заканчивается. урок Бундаун за поднятие души моего папы Яков Беннахум, моего дяди Владиро бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хаямалка бат Йосиф, Мира бат Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Перн бат Соня Сура, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бат Анна, за здоровье Арон Ария бен Двойра, за хороший дух Арон Ария бен Двойра, за хороший дух Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.